Ребята, всем приветики! С вами Ксюша! Давно я не закупалась косметикой. Я хочу сейчас ездить в подружку в центре Питера и закупиться там косметосом. Ребята, это будет интересное видео, так что погнали! Итак, ребята, я уже пришла в подружку. Сейчас будем здесь закупаться косметосом. Также я буду считать, что у нас будет по сумме. На какую сумму я буду закупать. Надеюсь, что там будет небольшая сумма и меня мама не отругает. Мама, ты меня не отругаешь? Посмотрим. Мама, ну ты не забывай, что мои ребята набрали лайки, поэтому ты должна мне купить все, что я захочу. Так, ребят, я нашла очень крутую подружку. Она просто офигенная. Я давно хотела сюда попасть и наконец-то попала. Первое, что я здесь вижу, это вот такой стеллаж. Здесь очень много всего есть и для ногтей, и косметик. Это пилинг для губ с кокосом. У меня такого никогда не было. Я даже не знаю, что это. Ну, возьми в прикол. А дома мы его посмотрим. 259+. Тут еще, кстати, есть классные наклеечки для ногтей. Но наклейки я брать не буду, потому что скоро в школу. И тут я увидела свою любимую косметику. Это NYX. Вот она. И здесь очень много. Мне срочно нужен гель для бровей, потому что он не заканчивается. Вот он. Козиночку он отправляется. Следующий, ребят, я хотела купить очень много разноцветных подводочек для глаз. Вот NYX. Но я хотела взять не подводки, а карандаши. Мне кажется, что они будут лучше. Я хочу взять синенький, зелененький, фиолетовый, беленький и черный. Но черный здесь я вижу с блеском. У тебя же был белый, Ксюша. Я помню, мы снимали челлендж с Машей, и мы ее благополучно испортили. То есть у тебя вообще теперь белой нет подводки? Ну и черную, можно так сказать. Выбираем раз. Давам. Черную обычную или с блеском? С блеском беру. Также вот такую синенькую подводочку. Мам, а какую мне взять подводку? Темно-зеленую или светло-зеленую? Я бы взяла свинедленькую, а тебе какая больше нравится? Ну, мне без разницы, давай тоже светлую возьму. Вот такой наборчик у меня получился, только, ребята, да. Я отложила обратно черную подводку, потому что это тестер, наличия ее нет. Тогда возьму обычную черную. Вот она. Итого, сколько карандашей ты взяла? 5 карандашей по 289. На 5. Это будет 1445 и прибавить 259. 1704. И эта сумма только за 5 карандашей и пилинг для губ. Еще мы, кстати, не прибавили гель для бровей. Плюс 643. 2347. Так, продолжаем. Это еще не все. Я очень хотела взять одну пудру. Помадку от NYX. У меня есть вот такая 08, а я хочу 01. Она очень круто выглядит. У нее просто обалденный цвет. Беру без вопросов. Мне кажется, это очень темная помада. Нет, мама, она просто обалденная. Плюс 749. 3096. Ну, что сделаешь? Ксюшенька, скажи, куда ты будешь ей краситься вот таким цветом? Скажи. Нет, она на самом деле очень прикольная. Она не такая темная, как на упаковке. Мам, я ее очень давно хотела. К ней еще нужна подводка для губ. Я думаю, что вот такая. Есть еще матовая. Лучше матовую. Такую темную, да? Матовую, да, лучше взять, потому что помада матовая. Что-то я глянцевую беру. Все, берем эту подводку. 359. 359? Да, видишь, написано. Шуидмейт и вот тут же шуидмейт. 359. Равно 3455. Я считаю, нормально. Это только для губ? Да. Ребята, спасибо вам за лайки. Вот мама теперь мучается. А я отрываюсь. Так, дальше продолжаем отрываться, ребята. Так, ну я смотрю дальше. Думаю, что мне больше ничего отсюда не надо, поэтому идем в следующую косметику. Ой, как хорошо. Не надейся, мама, это еще не все. Смотри, я тут вижу лаки для ногтей. Мне нужно взять какой-нибудь один обязательно. Мне вот этот нравится, розовый с леском. Да, очень красивый. Так возьми его. Давай, возьмем его. 154. Плюс 154. 3609. Я вижу еще вот такую вот расчетку для бровей, но от NYX лучше, конечно же. Тут еще есть такой консилер, который я очень хотела взять, но что-то я сейчас начала сомневаться. Смотрите, какой он красивый. Ну как красивый, он очень интересный. Прям вот такой вот щеточкой. Ой, не надо на ручке, и так все уже рисовала. Вот, ну короче, очень крутой консилер. И я что-то пока не знаю, брать его или нет. Он видишь такой пудровый? Конечно, не брать. Он пудровый, вау. Нет, берем, мамуля. Ксюш, нет, ну бери, я знаю, что тебе надо. Ты же хотела в тот раз палеточки себе кладать. Да, но это мне тоже очень надо, поэтому я прибавляю 228 рублей. И у него получилось 3837. Итак, идем к тому стендику. Подружку, наверное, я обижала исключительно за этими штучками. Я их безумно хотела. Это такое масло для губ. Есть вот такого оттеночка светленького. Есть потемнее, очень крутой, но, к сожалению, такого нет в наличии. Только тестер. И вот такой фиолетовый. Есть два фиолетовых и светленький. Я хочу взять светлое масло. Оно прям обалденно. Это же как бальзам для губ. Также я хочу взять скраб и маску для губ. Вот это я тоже не знаю, как будет выглядеть. Ну, скраб я знаю, а вот маску не знаю, как она будет выглядеть. Поэтому дома вместе с вами будем открывать. Маска для губ стоит 395 рублей. Плюс 395 рублей равно 4232. И скраб тоже самое. 395 равно 4627. Масло для губ, оно стоит 319, равно 4946. Кстати, мам, знаешь что? Я кое-что тут слышала по громкоговорителю. Когда ты берешь три товара от NYX, за два платишь, а третий бесплатно. Поэтому... Да ты че? Да. Круто. Тебе повезло. Вот, в общем, это все мы посчитали. Получилась у нас такая сумма. Давайте заскриним, а то вдруг у меня эта сумма потеряется, и я потом буду плакать. В общем, еще тут вижу вот такой гель для бровей. Прозрачный прям, ну ладно. От NYX лучше. Так, здесь я думаю, что мне больше ничего не надо. Кстати, вот такие патчи у меня уже есть. Я ими каждое утро пользуюсь. Да, они классные, кстати. Да, они тоже ими пользуются, потому что... Смотри, что мне надо. Я тут нашла вот такие попсокеты в виде помадок. Точнее, помадки в виде попсокетов. Такая жельки-бельки. Это такая с пепси. Очень прикольная. Здесь вот такая, но это уже не попсокет. Это плохо. А такое мороженое у тебя есть? Да, у меня наподобие. Мне больше вот такая понравилась. У меня беленькая вот такая. Тебе вкус нравится? Нет, она прикольная очень. Ну, как знаешь, как масло для губ. Прям такое жирное. Очень прикольное. Очень жарко мне в этом свитере, конечно. Смотри, что я здесь нашла. Скраб такой для губ. Также вот такой скраб для губ. Вообще много здесь всего. Еще масочки есть. Тос, бальзам для губ. Вот такую розовенькую возьму. Не пепси. Все-таки я это давно хотела, поэтому беру ее. Я очень давно хотела вот такую среду какой-нибудь от Carmex. Либо вот ванильку вот такую. Кала, думаешь, какую взять? Ну, ванильку возьми. Дороговато. Ну, да, дорогие это средство. 345 плюс. А давай мы ее не будем брать. Все-таки мне жалко. А то я думаю, мне не хватит. Хорошо, какая девочка хорошая. Ты не говори, а то я обратно положу. Плюс. А это вообще 440. Плохая девочка. 449. Она тебе точно нужна? 449 очень нужна. Вот, 5000 получается. Я сбросила. Как хорошо, что я скрин сделала, представляешь? Мама, как мне повезло. 5, 3. Сейчас посмотрю. Ребята, вы не представляете. Вы сейчас все заново считали. У Ксюши так очень часто получается. 3, ой, 5, 3, 9, 5. Это что было последнее? 5, 3, 9, 5. Это вот я сейчас делала, как раз таки скрин, перед тем, как я удалила. Господи. Ой, спасибо. Ты прибавила? Да, я уже прибавила. Я вот прибавила, а я сразу сбросила. Поэтому все хорошо у нас. Так, из этих умывашек мне ничего не надо. Но я знаю, что мне нужны другие умывашки, которые находятся там. Но сначала мы возьмем то, что я очень сильно хотела. Это палетки. Тени от Революшн. Я хочу здесь 2 палетки. Такие вот они здесь есть. Очень крутые. Я, честно скажу, ненавидя их уже посмотрела. И мне очень понравилось. Вот эта палетка, вот эта палетка, вот эта, она вообще обалденная. И вот вроде бы это. Или вот это. Не понимаю. Давайте смотреть. Вот такую палетку я очень хочу взять. И так вот такая медовая шоколадка. Открываем, я ее 100% хочу взять. Посмотри, какие здесь цвета красивые, вообще нежные. Даже в школу такими можно краситься. Очень хочу взять такую палетку. Беру. Цена этой палетки. А, они все вот так стоят. Какая очередь на кассу. Упс. Так, давай еще посмотрим вот такую палетку. Понравилось, потому что здесь есть блеск. Видишь, что он такой? Ну, таким блеском я не буду каждый день пользоваться. Поэтому, мне кажется, не надо такую палетку брать. Я лучше возьму одну шоколадку, а одну вот такую какую-нибудь прикольную штучку. Давайте посмотрим авокадо. По идее, там должны быть зелененькие тени. О, смотри, как классно. Вау, какая высота. Мне кажется, такие цвета очень освежают глаза. Поэтому, мне кажется, нужно взять такую палетку. Ну, давай еще посмотрим вот такой напиточек, коктейльчик. Не знаю, что это. Так, смотрим. Во, вот это, мне кажется, надо брать. Мне очень нравятся вот такие блестящие. Здесь цвета темные. Я просто обожаю темные, потому что я люблю затемнять глаза и осветлять. Тут, в общем, очень крутые тенюшки. Я возьму вот такую. Я сегодня беру прям натуральные такие палетки. Это натуральные, да? Натуральные вообще очень крутые. Последняя. Как я рада. А, а это дороже, видишь? То есть, если это стоит 1089, это стоит 1189. Равно 6484 и плюс 1189. Равно 7643. Ребята, спасибо вам еще раз. Тут еще есть вот такая, смотри, палетка для макияжа. Это бронзер и румяна. Круто. По-моему, это тестер. Нет, это наоборот не тестер. Тут тестера нет, как видишь. То есть, я могу ее взять, но, я не знаю, если мне хватит денег, потому что я вообще хочу уложиться сама по себе в 10 тысяч. Если там еще останется, то я ее возьму обязательно. Смотри, есть такие маленькие палеточки, красивенькие. Вот эта крутая. Есть еще пончики. Давайте смотреть. Первый пончик будет вот такой шоколадный. Вот такие вот здесь тенюшечки. Теперь вот такой карамельный пончик. Как сквиши. Ой. Ну, я думаю, все понятно. Розовый пончик. С блеском. Какой красивый. Я бы хотела взять. Если мне цвета понравятся, то я его возьму. Такие цвета обычно. Ну, тут, знаешь, вот этот красный, он будет делать такой вид, как будто болезненный вид. А вот эти вот красивые розовенькие, фиолетовые, они освежают. Поэтому, если что, мы берем вот такую палеточку. Следующий фиолетовый пончик. Красивый такой. О, здесь фиолетовые цвета, но они какие-то слишком темные, да, мам? Угу. Следующий пончик. Вот такой красивый. Мне кажется, он с кокосиком и с блесточками. Прикольный. Я бы съела такой. Темные. Только вот эти очень прикольные цвета. Видишь, какой красивый розовенький переливается, вот, беленький. Они, кстати, такие маслянистые. Следующий будет именно вот прям донат, такой пончик розовый. Крываем. О, вот этот красивый цвет. Очень, но будет делать болезненный вид глазам, да? Потому что розовый, они все так делают, ребята, если что. Или просто они мне не идут, не знаю. Следующий вот такой более красный пончик. Ну, здесь такие красные цвета. Вот эти мне нравятся, очень красивые. Особенно вот этот. И темный тоже. Шоколадный пончик, очень красивый. Крыванька. Здесь такие шоколадные цвета. Пока что мне понравился вроде бы вот этот или вот этот. Желтенький пончик, он, кстати, очень твердый. Ладно, это потому что тестер. Такие здесь заюзные цвета. Кстати, мне вот этот очень нравится, потому что он натуральный. Я не люблю такие. И последний голубой пончик. Пончара. Так сказать, пончара. Здесь будут голубые тени. О, какие красивые. Давай вот эту возьмем. Будешь как кондуктор. Давай вот эту возьмем. Или вот эту. Какой? Мне кажется, никакой не надо. Ну, а если честно? Тебе что нравится? Ну, прикольно так, просто для разнообразия. Два взять? Ну, давай два возьмем. Ну, берем просто для разнообразия. Плюс 500. 95. Равно. Вот такая сумма получилась. Еще раз. Плюс 500. 95. Равно. 8,863. И мне вам еще мало. Идем дальше. Я пришла к лакам, которые я хотела взять. Блестящие. Ой, вот эти первые возьми, пожалуйста, с блеском. Нет, самый первый. Вот этот. Мне такой больше нравится. Смотри, какой крутой. 250. Равно 9113. О, мигад. Смотри, мам, какие помадки прикольные. Есть такие блески. Тебе нравятся? Да. И вот такие есть помадки. Давай посмотрим. Смотри, они как в виде котика. Ой, какая премьерность. Проверим на руке, потому что такие помадки лучше проверить. Мне кажется... Не, не надо. Из-за того, что это кошечка... Ты что? Конечно нужна. Конечно нужна. А, ты что, мама? Тогда возьмем эту розовую нежную. Розовую? Конечно, она свежает в свет. Ой, прелесть какая. Конечно, розовый приятный. Ну, давай возьмем его. Ладно. Плюс 169 рублей. 169. Вот. Но у нас сумма будет поменьше, потому что там скидка на микс. Не забывай. Блеск для губ с ароматом ванили. Ну, зачем он тебе? Да возьму. Да у тебя есть уже блески. Да возьму наугад. Ладно, хорошо, единорога бери. Единорога, да. Еще плюс 169. Я опять сбила всю сумму. Скрин уже не делала. Делала. Вот. Ты что? Когда ты успела? Я каждый раз делаю, потому что я знаю, что я постоянно сбиваюсь. 9, 2, 8, 2. Такая сумма была. Плюс 169. Равно 9451. На никс скидочкой идет. Я постоянно намекаю про никс. Это что за яйцо с курицей? Ночная маска для лица. А, ну ночная нам не нужна, убираем. Я, кстати, мам тут хотела взять кое-что. Пойдем туда. В общем, я хочу взять еще пенку для умывания. Есть с бананом, с грейпфрутом, с зеленым чаем, лимоном и медом. Я думаю, что нужно взять с бананом. С грейпфрутом. Думаешь? Да. А почему с грейпфрутом? Я думаю, она очень вкусно пахнет и очень классная. С грейпфрутом? Ну ладно, давай возьмем. 419 рублей, мама. На минуточку. Я нашла патчи. За тысячу. Слушайте, я передумала. Я убираю эту пенку и беру вот эти патчи. Я знаю, что такая цена. Я очень-очень хочу новые патчи. Еще одни. Тут даже 60 штук. Не, 30 как на тех. Давайте выбираем на цвет. Либо эти, либо эти. Берем синенькие. Коробочка красивая, да? Да, 1190. 1190. Наверное, 10641. Прямо, как я и хотела. Там мы сейчас скидочком. Все, идем на кассу. Ну все, ребята, встретимся уже дома. Я иду на кассу. Ну что, ребята, как вам моя закупочка? Распаковываем. У меня здесь куча косметоза. Начнем по порядку. Разумеется, с тенюшек. Они такие крутые. Очень классные. Кстати, я, кстати, недавно узнала, что те тени, на которых стоит звездочка, лучше не наносить на нижнее веко. Только на верхнее. Вот, у меня здесь стоит на первом, на пятом, на восьмом, на девятом, на одиннадцатом, на тринадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и восемнадцатом. А вот на этих тенюшечках нигде не стоит, значит, их всем можно носить на нижний веко. Так, погнали. Распакуем медовую шоколадку. Она обалдена. Мне просто гениальный дизайн. Мне он безумно нравится. Вообще, очень крутая палетка. Сейчас я подумаю, как ее открыть, чтобы не сломать мои когти. Кстати, да, ребята, я вчера решила открыть циркуль. Вот, вообще, мне очень удачно. Я открыла циркуль, потому что вообще ногой должен быть вот такой. Ну, ладно, что сделаешь? Доримы. А вот моя шоколадочка желтенькая. Людовая, какая красоточка. Вообще, очень крутая, ребята. Посмотрите на нее. Шоколадка внутри должна быть идеальной. О, смотри, какие очень красивые тени. Особенно вот этот. Тут даже желтенький есть, какой красивый. Это просто минута залипания. Обалденные тени, ребята. Моя любимая палеточка теперь. Так, следующая палетка тенюшечек у нас вот такая. Та была не заклеенная, это заклеенная. В чем дело? Мам, помоги открыть. И мама такая с ногтями. Мам, помоги открыть. И мама не может открыть тоже ногтями. У тебя покороче ногти. Ну, знаешь, они тоже нарученные и тупые. Тупые? Конечно. А у меня острые. То есть ты хочешь сказать, что тебе неудобно? Я вообще не могу тоже открыть. Тогда тебе нужно сделать другую форму ногтей. Или снять, да? Ну, ладно, я благодаря тебе вам уже открыла эту палеточку. И здесь у нас просто такая красота. Вообще бомба. Обалденные тени. Скажите, ребят, как революшин додумали за такого дизайна? Кажется, как будто это чехол на телефон или просто какой-то блокнотик, который хочется открыть. Но это тени. Вау. Очень крутые. Вот такие тенюшечки с блеском. Вообще обалденные. Это очень красивые. Вообще вот этот обалденный. Очень классный. Вот этот. Я уже использую. Ох, какое это зеркало. Посмотрите на меня. Здравствуйте, девочки. Следующие палеточки теней в виде пончиков. Вот такие, которые можно жмякать. Это пончики сквиши. Как классно вообще. У меня никогда не было таких подобных теней. Мне прям не терпится, поэтому я просто разорву упаковку. Вот так выглядит. Наша тенюшечка. Очень крутая упаковочка. У нее вообще обалденная. Крыванька. Такой у нее цвет. У палеточки. Тут также есть на зеркале. Это штучка такая. Это они, конечно, зачет. Зачет. И эти палеточки, вот эти и вот такие палеточки большие, я увидела примерно месяц назад. Может быть, три недели назад. И я сразу в них влюбилась. И я прям поняла, что я буду ехать именно в ту подружку. Потому что там, согласитесь, прикольно. В прошлый раз я как раз таки делала кучи историй в свой инстаграм. Они у меня в актуальном, поэтому ссылочка на мой инстаграм в описании. Я там показала все-все-все палетки, даже те, которых не было сегодня. Но это логично. Все, быстро разбираю. Да, давай, мам, помоги. У тебя лучше с этим получается. Так заклеиваю, что я даже к синей куприку открыть не могу. В общем, такая прикольная тоже. Обалденная. Они, кстати, пахнут чем-нибудь? Это как будто пахнет ванилином чуть-чуть. Открываем. Ой, какая красота. Вот это мне прям очень нравится. Костиненький. Красивая палетка вообще. Я сразу вижу, что это красиво. Я начинаю тихо говорить, потому что я залипаю. Кстати, мы уже собрали мой косметический стол. Если вы наберете на этом видео 15 тысяч лайков, то я его покажу в следующем видео. Следующее, что я вам хочу показать, ну пусть это будет вот такая вот помадка Джелли Белли в виде попсокета. Помаду в виде попсокета интересно посмотреть всем девчонкам. Вот, я уже открываю нашу помадку. Ребят, кстати, знаете, сколько мы всего денег потратили? Не 10 тысяч, как мы планировали как бы потратить, а 9,552 я даже запомнила. Потому что в Никсе каждый третий товар нам шел в подарок. Но у меня там было не 9 товаров, а 8. Поэтому мне сказали взять любой третий товар, еще один. И я взяла коричневый карандашик для глаз. Вот он. Попсокет я наклею потом, потому что здесь такая пленочка. И можно клеить как бы сколько угодно. Там несколько раз даже можно клеить. А вот сама помадка. О, обалденно. Здесь такое зеркальце. Ну зеркало это не принципиально. Там можно пленочку снять вот так. Вот, и оно меня искажает. Смотрите на него. Какая красоточка, красоточка, красоточка. Помадка пахнет очень приятно. Я очень довольна этой помадкой. Я думаю приклею на какой-нибудь чехол. Например, на этот прозрачный. Следующее, что я хочу открыть. Давайте это будут лаки для ногтей. Ну, хотя их не надо открывать. Я их вам просто покажу. Такой с крупными блестками. С розовыми мелкими. И такой розово-красный с блестками. Прикольные лаки. Красивые. Очень. Следующие пусть у нас будут патчи. Они очень прикольные. По крайней мере, дизайн упаковки у них впечатляющие. Мне сразу захотелось их купить. Обалденный цвет. Такой синий. Баночка тоже синего цвета. Очень интересно. Открываем. Здесь его 60 патчей. О, ложечка. Специально для патчи. Кстати, там у меня не было ложечки. Паш. Паш, ну мы же пашнули. Или что здесь нужно сделать? Ну ладно. Открываем. Я со своими когтищами не открою. Вы это понимаете? Давайте вот так откроем. Ну Паш, ты можешь надавить. Нет! Ну Паш, я же надавила, а там жидкость пустилась. Ой. Вот наши патчи. Они раскидались, потому что они в рюкзаке. Не знаю, как они лежали там. В общем, очень красивый синий с блеском. Ну форма такая же. Инь-янь. Запах у них нейтральный, как у всех патчей. Я очень довольна. Каждый день с утра делаю патчи. Паш, 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 паш. Паш, 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 паш. Песенки от Ксенику приковались. Так, дальше давайте посмотрим помадку пудровую от NYX, которую я очень хотела. Вот так вот ее там. О, вот она наша красоточка. Помадка, господи, какая она красивая. Открываем, сейчас она будет белая. Это пудровая помада, очень крутая, сразу говорю. У меня такая есть розовая. Смотрите, она белая. Но я сейчас надавлю, и магическим образом она потемнеет. Это магия. Вот такая вот помада у нас будет. Они очень приятно пахнут. Давайте на руке проверим, я вам покажу. Чуть-чуть сделаем. Это мы уже можем убрать. Вы, думаю, заметили, что я залипла, потому что начала тихо говорить. Так, давайте размазываем ее. Такая помада. Вот, очень крутая. То есть можно ее сделать жирным слоем, и она будет темненькая. А если сделать ее прям растереть сильно, то она будет такая светлая, как пудра. Я надеюсь, ты белые покрывала, а не запачкаешь. Надеюсь, надеюсь. Также под нее я взяла такой карандашик. Он чуть темнее самой помадки. Как и надо. Кстати, это преимущество иметь такой ноготь, который сломан, потому что им можно все открыть. Вот, тут было залипашки. Открываем. Вот наша подводочка. Очень классная. Продолжаем. Хочу открыть консилер от Сенс. Хочется всегда новинок. Я думаю, так у всех девочек бывает. Все, я уже его открыла. Колпачечек. Здесь нужно повертеть. Повертеть или нажать нужно? Ладно, мы будем вертеть. И что нужно сделать? Может надо как-то нажать? Не знаю. Почему? У меня нет консилера. У меня консилера нет! А-а-а! Что делать? Ребята, у кого был такой консилер? Написано, что нужно крутить. Да-а-а! Он помер! Ребята, вы вылезли! Я накрутила. Ой, ну ладно. Надеюсь, что теперь до утра не будешь лезть, как каша. Из топора. Я не знаю, почему из топора. Мишкина каша. И не знаю, почему Мишкина каша. Почему такой консилер? Просто обыкновенный консилер. Мне просто очень понравилось, что у него такая насадка, то есть кисточка, прям очень удобная. Быстро иди руку стирай. Я? Да. Так она у меня теперь... Сейчас салфетки тебе дам, подожди. Она у меня заштукатурена теперь. Так ты сейчас запачкаешь плед. Вот этим консилером девушки замазывают плечи. Кто не знал? Это все я показала, кроме водатуры. Давайте это и покажем. Это просто обыкновенный бальзам для губ. Хотя я не знаю, обыкновенный он или нет, потому что я его даже не открывала. У меня такого никогда не было. Такой милый единорожка. Открываем его. Ой, как здесь много помады. Вау. Она еще такая плотная. Давайте опять на руке проверим. Просто прозрачная помада. Приятно пахнет моими старыми патчами. У нее очень оригинальная упаковочка. Такая прозрачная с единорожечком. А хочу открыть, наверное, кошечку следующую, потому что они были в одном стенде. Кошечку мы выбрали розовую. Точнее, не мы выбрали, а мама выбрала. Я вообще хотела взять другого цвета. Такая розовая кошечка. Прикольно она выглядит, кстати, да? Крованька имеет. Вот такая она прикольная. Проверим на руке. Ухом. Вот такой у нее приятный цвет. Прикольные палатки. Вообще, мне так все нравится. Так, продолжаем. Это у нас, значит, штучка для бровей. Гель для бровей. Ребят, надеюсь, вы не устали смотреть мой видос, потому что у меня тут обзорчик. Мне, если честно, очень интересно. Я прям долго ждала этого момента, когда я начну все открывать. Я уже ехала в метро и думала, когда же я уже все открою, потому что я даже сидела такая и все просматривала, что у меня там есть. У меня уже была генеральная уборка в рюкзаке. Значит, продолжаем делать обзорчик. Это просто обалденный гель. Ой, очень прикольный, потому что у меня щеточка очень маленькая, и я, то есть, отдельно наношу гель, а отдельно потом расчесываю брови. А здесь два в одном. Удобно. Запах нейтральный, там без запаха практически. Это пилинг для губ, помню, я вам говорила, что я вообще не знаю, что это такое, и сейчас я вам покажу, как это выглядит. И сама узнаю впервые. Я как-то брала скраб для губ, но вот пилинг ни разу не брала, я даже не знаю, что такое пилинг. Ну, прикольно пахнет. Давайте возьмем, что ли. Ой, как оно прикольное. Оно, знаете, даже не как скраб, и даже не как гель. Так, наносим и размазываем. Что-то вообще непонятно, как маска просто, которая у меня... Да, нужно сворачиваться сейчас. Сворачиваться? Ой, оно начинает больно. Да? Ой, да. Все, не надо тогда, не надо, не надо. Нет, больно начинает, потому что вот эти вот штучки... Скрабики, да? Да. Похоже на скраб, только здесь крупинки очень маленькие. Ну, прикольно, мне нравится. Буду пользоваться. Дальше я хочу открыть скрабик. Очень долго гонялась этим скрабом, маслом и маской, поэтому сейчас все откроем. Представляете, ребята, все, что я хотела забрать, вот это, было последнее. Я прям сразу схватила, еще даже не на видео. Специально вам подвигривала, что это вот оно стояло, я взяла последнее. Потому что я очень боялась, что это заберут. Я зашла в подружку и сразу все положила в корзинку. Ну, вот эти вот три продукта вот этого. Я жадная, ребята. Ах, так она же это, как в нотеле. Как консерва, прикольно. Так, все, я ее уже сняла. Она такая красная. Пахнет очень приятно. Какой вишенкой прям. Будем пробовать? Я думаю, не надо. Мне жалко. Так, вот я взяла чуть-чуть. Это у нас скраб, по идее, должен быть. Да, вот тут крупиночки такие мелкие. И она еще придает, видимо, цвет губам такой розовый. В общем, прикольная, да. Она чуть-чуть скрабирует. Был такой ровненький и стала с полосочкой. Спасибо. Ага, спасибо. Заяш, не знала. Также я хочу открыть масочку. Вот масочку я очень хотела. Так, открывай, какая моя. Вот так. И на счет раз, два, три. Мы видим нашу масочку. Раз, два, три. Ой, не получилось, не фортануло. Также нужно... Как в нотеле, что ли? Не понимаю. Идеально тяжело открывается. Да, очень тяжело открывается. Вот я там уже, видишь, наделала. Такая маска интересная. Вообще. Так, сделаем раз. Ой, какая прикольная. Как просто обычный бальзам. Пахнет очень вкусно клубничкой. Мне нравится. Нравится, мне нравится. Ксения Куприкова одобрила. Одобрена Ксении Куприковой. Так, ну и масло откроем, разумеется. Это, наверное, бальзам или масло. Но мне больше нравится называть его маслом. Прям так похоже на него. Здесь большая щеточка прям такая. Очень вкусно пахнет. Мне прям очень нравится. Он прям конфетками. Такое прям оно приятное. Ой, как оно увлажняет. И теперь самое интересное. А сейчас я вам покажу потом то, что я купила не на видео. В общем, это мои карандашки для глаз. Я уже открыла все свои карандаши. Давайте их проверять на руке. Первый в дело у нас пойдет черный. Вот такой черный карандашик. Очень крутой. Следующий, по идее, должен быть и белый. Вот такой белый у нас тут. Дальше я использую коричневый. Вот, коричневый очень крутой, чтобы подводить глазки. Зелененький. Ой, зеленый очень красивый. Прям как новый цвет айфона. Я его уже сломала. Как мой ног оделеный. А, нет, не похоже. На голубой похоже. Пусть дальше идет синий. Вот такой красивый вообще. Тоже как новый цвет айфона. Ну и фиолетовый выглядит вот так. Красота. Мне все безумно нравится. Я довольна. Всем пока. Ну нет, это еще не конец. Осталось. У нас последняя штучка, которую я сегодня купила, но уже ненавидела. Сейчас вам ее покажу. Это помадка Мак. Очень я ее хотела. Очень хотела. Это матовая помада Мак. Сейчас вам сразу скажу ее цвет. Нет, потому что я гонял за этим цветом. Я не знал, как ее зовут, но вот это. Я не знал, как ее зовут. Я не знал, как зовут помаду. Я не знал, какая у нее кличка, имя. В общем, номер у нее 708. Вот покажи вот это, чтобы ребята заскринились. Они хотят прикольную помаду. 708. А название ее Бронкс. Бронкс. Смотрите, я сначала думаю, такая, блин, они же по цвету совпадают. Что делать? А потом я такая смотрю, так нет, это же посветлее, чем это. Ну, по идее, давайте проверим на руке. Вот так, кстати, она выглядит. Помадка очень крутая. Крывайка. Вот такая. Она, кстати, очень сухая, и этим она прикольная. Как раз такая помада. Ну, а эта помадка от NYX, она выглядит вот так на руке. Мне кажется, разница очевидна, да? Мне очень нравятся такие тена помад. Поэтому, ребята, кому понравилось это видео, то ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Я буду проверять помаду на себе. И также заходите завтра на мой канал. У меня будет уборка в столике. Вау!